Привет, это Reborn. Тут на моём любимом канале OneTwo вышел наконец-таки очередной видосик, который называется Короче говоря, я робот. Я с нетерпением прям ждал его, хочу наконец-то его посмотреть вместе с вами. Давайте посмотрим. Надеюсь, будет так же весело, как и обычно. Поехали. Короче говоря, я робот. Это было прекрасное кибернетическое утро. Я отсоединился от зарядного устройства и отправился выполнять свои функции. Вошёл в кухонное помещение. Сперва необходимо подогреть продукты питания. Я достал из холодильника блюда и поставил его на столешницу. Сделал на плёнке разрез. Поднял над упаковкой руки. Они стали разогревать блюдо и через 30 секунд оно было готово. Я переставил его на стол. Сам я это есть, конечно, не собираюсь. А кто будет? Ага. Понятно. Оказывается, он типа робот-раб. Понятно. Надо было с этого, наверное, начинать, чтобы я не тупил. Хотя, наверное, только я тупил. Сел за стол и принялся за... А почему тогда ты ему не открыл полностью это блюдо? Ну, типа... Если ты раб, выполняй свои действия до конца. ...зарядку. Как вообще можно есть эту отвратительную субстанцию? Но не делают мои питательные элементы. Я стал уплетать за обе свои керамические пластины. Я надеюсь, это съедобное, а не какое-нибудь мыло. Мне необходимо выполнить несколько очень важных дел. Например? ...квантовую массу углерода в циклическом биополе. ...определить... Зачем? ...мощность ультрафиолетового излучения солнца на поверхность Сатурна. ...зачем? ...бирать кал за кошкой. ...с первыми двумя задачами я справился за 0,3 сантиметра. ...от последнее пришлось провозиться 3 часа. ...вернулся в кухон. Неужели у него руки жопы? ...помещение. Хозяин попросил перестирать все грязные... ...это он 3 часа сидел и ждал, пока придет робот. Весело. ...весело. Мне, нафиг, тогда такой робот не нужен, что я буду его ждать 3 часа. ...владить их. ...обожаю свою работу. ...создан для служения человеку. ...и цель всего моего существования облегчить ему жизнь. ...окончив выполнение задания, я сел на... ...что-то я думаю, что сейчас будет какая-то жесть скоро. ...на очередную подзарядку. ...но что-то замкнуло в проводе, и меня начало... ...началось! ...править эту проблему. ...я включил сигнализацию. ...вешел к хозяину. ...вернул провод из розетки. ...скрыл панель управления. ...стал... ...бестовать проводку и менять предохранители. ...системы снова заработали. ...хозяин сказал, что до завтрашнего дня... ...мне нельзя заряжаться. ...ну ничего. ...сорока пациентов мне хватит. ...хозяин предупредил, что завтра уедет на несколько дней... ...и составил для меня список заданий. ...отлично. ...дал бы ему что-ли отлежаться. Видите, он чуть не сломался, а он ему сразу список заданий. ...плохой хозяин. ...чешные новости. ...будет чем заняться в его отсутствии. ...вскоре этот день завершился. ...неужели они снимаются, оказывается, не только дома? ...первый раз вижу такое. ...видимо, я просто недавно только подписался. ...хозяин лег спать, а я отключился в своем месте. ...наступил следующий день. ...хозяин уже был собран и отправлялся по своим человеческим делам. ...я проводил его и приступил к выполнению поставленных задач. ...через пару часов сяду на подзарядку. ...я пропылесосил, помыл посуду. ...я вершина технологического прогресса. ...отру эти старые куски дерева. ...все, с меня хватит. ...хотя нет. ...еще немножко пыли осталось. ...отключилось освещение. ...что это еще за дела? ...тебе какая разница? В виде робот ты можешь и так видеть все нормально. Я так думаю. ...цвет не работал по всей квартире. ...но оставалось в 18... ...вот для чего? ...и это очень плохо. ...я не могу покинуть квартиру. ...и поэтому никак не смогу зарядиться. ...а если я отключусь, то все мои данные сотрутся... ...и я перестану быть собой. ...этот конец света. Я бы на его месте просто сел, ставил себя в зарядку и ждал, пока включили бы свет. Почему он до этого не додумался? Он же только что там что-то рассчитывал за 0,1 секунду. Странный робот. ...это может стать концом для меня. Нужно связаться с хозяином. Его телефон не отвечал. Дело пахнет жареным. ...поэтому я снял... ...плитый 15% ...я перешел в режим энергосбережения. ...теперь я буду медленнее соображать и передвигаться. ...хозяин вернется еще не скоро, а когда включат энергию, неизвестно. ...попробую воспользоваться резервным накопителем энергии с солнечными батареями. ...прежде я никогда этого не делал, но кажется мне необходимо... ...это же так удобно. ...на солнце. ...нормально. ...мне капец. ...отключиться, чтобы не расходовать энергию впустую. А когда вернется хозяин... ...сразу прибьет. ...включит меня обратно. Я отключился. Прошло энное количество времени. Моя система активировалась сама по себе. ...кчему? ...включился. Сейчас, наверное, будет какое-то страшное будущее. ...всяин еще не вернулся, а мой заряд показывал 2%. ...за окном светила огромная луна. ...на улице происходило что-то... ...я же сказал, что-то будет, что-то будет, будущее. ...всяки небоскребы, множество интерактивных элементов. ...на одном из рекламных... ...блин, было бы такое реально в жизни. ...я увидел, что сейчас 2152 год. ...сто, 132 года, охренеть. ...и же мой хозяин. ...и что-то как-то квартира нормально сохранилась, всего лишь пару дырочек на обоях. ...мне кажется, было бы гораздо хуже. ...похоже, он так и не... ...а, ну и... ...холодильник потрескался. ...все! Капец! ...я был создан для того, чтобы служить людям. ...а без хозяина мое существование не имеет смысла. ...наверное, что пойдет искать. ...ааа... ...вот, заплакал. ...что-то, знаете, мне стало грустно за него. ...короче говоря, я робот. ...ставь лайк и... ...что я могу сказать, друзья. Обычно у них прям такие абсурдные, смешные видосики. Здесь было над чем посмеяться, но что-то в конце я аж прям взгрустнул. Мне стало жалко этого робота. Если вам тоже его стало жалко, ставьте лайк под роликом. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал вообще в любом случае, потому что грустить не надо. Я вам, наверное, подниму настроение. Ну а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.